В Заволжском районе Ярославля 15 января изменится движение транспорта. Это связано с заменой участка трубы ливневого коллектора на проспекте машиностроителей. Как будут ездить в Заволжане и сколько продлятся работы, об этом и не только. Поговорим с Глебом Масленцевым, директором Ярославского агентства по муниципальному заказу ЖКХ. Вы смотрите программу на повестке дня в студии Юлия Тихомирова. Здравствуйте, Глеб Владимирович, добрый вечер. Итак, еще в декабре власти Ярославля анонсировали масштабные работы на машиностроителей. Все ли в силе? Ничего не изменилось? Морозы не помешают? Юрий, да, значит, я напомню всем, что мы в прошлом году разыграли контракт по ремонту проспекта машиностроителей протяженностью 1,4 километра. Аукцион выиграла компания, группа компаний ЕКС, значит, начало производства работ по муниципальному контракту 1 сентября 2020 года, завершение 31 июля 2021. В прошлом году, в соответствии, когда, значит, после подписания контракта мы согласовали и утвердили график производства работы, соответственно, подрядчик в прошлом году вышел на работы срок и завершил работы по реконструкции двух светофорных объектов на проспекте машиностроителей Перепрестов, Серго, Джоджи, Никидзе и проспект машиностроителей улица Папанино. Значит, работы были выполнены по двух светофорам полного объема, ориентировочная стоимость принятых работ в прошлом году составила 10 миллионов рублей. Значит, ну и, соответственно, мы перешли в 2021 год и работа там сейчас будет продолжаться. Ну, скажите, а почему необходимо проводить работу именно сейчас? Ведь никакой аварийной ситуации нет, насколько я понимаю. Ну, действительно так, никакой аварийной ситуации сейчас нет и не предвидится, надеюсь. Значит, но когда мы проектировали устройство для него коллектора, значит, провели геодезические испытания, геологические испытания, значит, и выявили, что на участке, где будет меняться замена труб, производится высокий уровень грунтовых вод. Поэтому вот сейчас как раз та погода, когда работа-то вот эти нужно производить, потому что, ну, грунтовые воды, соответственно, зимний период, как вы понимаете, настолько агрессивны, как в летний, да? Поэтому нам позволят сейчас, наоборот, наверное, ускориться и выполнить работы в тот период, когда это благоприятно повлияет на качество работы. Самое главное, возможно, сократят сроки, чтобы нам не уходить как-то потом в лето с этими работами. Я поняла, ну, вот ливневая канализация меняется под проспектом-мышностроителем перед масштабным ремонтом, да? Да, да. Это, насколько я понимаю, в рамках проекта безопасной дороги. Да, это все входит в один тоже проект. И сумма контракта 156 миллионов рублей, сумма приличная, да? Что будет сделано? Ну, кроме замены ливневой канализации, естественно, значит, мы полностью меняем покрытие. Мы делаем практически трехслойное покрытие, да, то есть сначала мы выходим, срезаем асфальтобетон, выходим с частичным выравнивающим слоем, частичной площади выравнивающего слоя. Далее укладывается нижний слой толщиной 5 сантиметров, верхний слой щебеночного асфальтобетона. Кроме того, мы заменим периль награждения, который проходит по середине проезжей части, заменим его на барьер награждения, заменим тротуарный камень, сделаем, значит, заменим, естественно, еще светофорные объекты, которые в прошлом году еще недовыполнили, и заменим покрытие на тротуарных дорожках, ну и зеленение произведем. Предварительные, так скажем, работы, подготовительные работы, они уже все проведены? Ну, подготовительные работы сейчас состоят в том, чтобы организовать места производства работ, которые нам предстоит приступить с 15-го числа. Как изменится движение транспорта? Давайте вот для начала скажем вообще о целой схеме движения и как оно изменится. Ну, в целом, само движение по проспекту машиностроителей в прямолинейном направлении не изменится, оно будет произведено с частичным заужением в зоне перекрестка улицы Серго-Орженикидзе, и движение будет, то есть в сторону глобуса, и из глобуса будет исчисляться в прямолинейном направлении, как и было, значит. Изменения касаются улицы Серго-Орженикидзе. Она теперь не имеет сквозного проезда. Со стороны улицы Космонавтов можно будет двигаться до проспекта машиностроителей, поворачивая направо и выходя на проспект авиаторов. Налево поворот будет запрещен в сторону глобуса. Со стороны улицы Керостоборской дорога будет тупиковой и будет заканчиваться у проспекта машиностроителей. Основные все прилегающие территории будут в том же режиме. Ну, вот машиностроители наряду с авиаторами, да, такие вот, так скажем, магистрали, где курсирует ряд и автобусов, и маршруток, такой основной поток, так скажем, Заволжского района. Как будет проходить общественный транспорт? Маршрутную сеть в целом мы не изменили, за исключением двух автобусных маршрутов, это номер 43 и номер 98. Они ранее с машиностроителей на перекрестке на Сергея Рженикидзе поворачивали налево, теперь им придется проезжать до улицы Папанино, делать разворот и в обратном направлении, двигаясь к улице Сергея Рженикидзе, поворачивать направо. Поэтому в целом заволжение какого-то неудобства с изменением маршрутных автобусов, маршрутов не испытают. Мы говорили о том, что остановку автобусов уже перенесли к дому 16, да, это с улицы Лепедевского мы перенесли с Брежек проспекта авиаторов, к дому номер 16 действительно, значит, сейчас там уже сделана посадочная площадка, сегодня должны будут установить автопавильон, кроме того, мы организовали там регулированный пешеходный переход, чтобы пассажирам удобно было пересекать проспект машиностроителей, не боясь попасть под колеса. Ну, вот схема все равно на слух воспринимается довольно сложно. И насколько я понимаю, что работа у светофоров тоже придется изменить. Да, значит, я светофоры не смогу перечислить, которые мы меняем, фазы, да, но порядка 10 светофорных объектов мы поменяли фазы для того, чтобы увеличить пропускную способность вот тех улиц, которые будут являться, параллельно будут являться, на которые будет возложена основная нагрузка для проезда на момент ремонта. Ну, вот вы знаете, мы с вами до эфира говорили о том, что многострадальный Заволжский район, который терпит каждый день пробки, и жители действительно волнуются. Скажите, где-то они могут посмотреть эту схему, о которой мы сейчас говорили? Да, схема выложена на сайте Мэри Гордера Ставли, департаменты городского хозяйства, там можно открыть и ознакомиться. Там все предполагаемые пути объезда есть, но, конечно же, мы рекомендуем жителям каждому свой проезд заранее проработать, чтобы не попасть в какие-то неприятные ситуации во время ремонта. Ну, скажите, что даст этот масштабнейший ремонт, который вы сравнили с ремонтом на Тутаевском шоссе, что он в целом даст Заволжскому району? Ну, вот эта улица машиностроительная, наверное, самая, правильно сказали, многострадальная с точки зрения ее качества покрытия, да, обеспечения безопасности на ней и пропускной способности. Так вот эти три показателя должны значительно измениться, когда мы произведем капитальный ремонт автомобильной дороги, изменим режимы и светофорные объекты, да, поставим барьер награждения, которое также не позволит, точнее, увеличит безопасность дорожного движения. Вот все эти мероприятия, конечно же, позволят намного комфортабельнее, удобнее и быстрее наверняка проходить этот участок автомобильной дороги. Сколько в таком режиме мы будем жить? Сколько продлятся работы? Ну, значит, вот сегодняшняя, если зимняя работа берем, да, то, значит, первый участок у нас начнется 15 января и должен закончиться в течение 30 календарных дней, то есть до 16 февраля будет закрыт перекресток Женикидзе. Далее мы переходим на следующий участок протяженностью 370 погонных метров до улицы Папанина, значит, там до 20 апреля. Мы должны завершить все работы и потом уже при наступлении благоприятных погонных условий мы выйдем на дорожные работы, связанные с устройством бортовых камней и укладкой нового асфальтобетона. Я не ошибаюсь, что после завершения этих работ планируются раскопки в другом месте по замене ливневки? Нет, вот я и сказал, то есть первое мы делаем 100 метров, как только завершаем, переходим на следующий участок, который протяженностью 370 метров, это от Сергойя Женикидзе до Папанина. Глеб Владимирович, ну вот это замечательное, по-другому я не могу сказать, для Ярославля программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет уже несколько лет и будет идти еще несколько лет. Скажите, какие процедуры в данный момент происходят в рамках этой программы? В 2020 году нам удалось подготовить из 17 объектов запланированной реализации в 2021 году по 10 объектам предоставительную документацию. Соответственно, мы один лот уже провели, один лот, состоящий из четырех объектов, мы уже провели аукционные процедуры, в ближайшие дни мы уже определим победителя конкурса. Еще по четырем объектам мы тоже подготовили предоставительную документацию и в ближайшие дни состоится аукцион, а точнее 15 числа. И тоже уже по второму лоту будет у нас участник, который будет реализовывать в дальнейшем. Остальные проекты у нас находятся сейчас в экспертизе, и я надеюсь, что в марте месяце мы заключим все муниципальные контракты по всем объектам. Такого в городе еще пока ни разу не было, но мы стремимся, чтобы все-таки к началу строительного сезона все объекты и все подрядчики были определены и готовы к реализации. Ну что ж, успехов всем нам. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Глеб Масленцев, директор Ярославского агентства по муниципальному заказу ЖКХ. Вы смотрели программу на повестке дня. Наши эфиры в понедельник, вторник, среду и четверг в 19.20 на городском телеканале. В студии работала Юлия Тихомирова. Через несколько минут я подведу первые информационные итоги дня, поэтому не прощаюсь, увидимся.